друзья всем привет меня попросили записать видео вернее как мне все время спрашивают а какие у вас результаты я всем всегда рассказываю какие у меня у лилины брагимовой у меня не знаю а результаты за вот сегодня уже ровно четыре с половиной месяца что я принимаю продукт я рассказываю про такой мой результат про секой результат вдруг я подумал что нужно записать видео где рассказать обо всех результатах которые у меня были и чтобы подготовиться к этому видео естественно я села и записала на листочке все что я думала и помнила какие у меня результаты а потом я вспомнила что в моменте я всегда люблю делиться в нашем командном чате с командой о результатах ну потому что когда что-то приходит и понимаешь что у тебя изменилось состояние организма здоровье и так далее естественно ну и лично я бросаю все и бегу аудио сообщения записывать своим людям чтобы они знали что ожидать и в каких областях здоровья происходят сдвиги в какие сроки примерно понимаете вот и каково же было мое удивление что я вот решила надо переслушать все свои аудио может быть я забыла какие-то результаты и вы не поверите я забыла больше половины своих результатов потому что они были ранее и просто уже вот у нас психика человеческая так работает что они стали нормой для меня и четыре с половиной месяца назад я уже не могла вспомнить что у меня было феврале и в марте потому что это уже стало частью меня частью моего нового состояния здоровья и для меня это стало нормой понимаете а ведь еще четыре месяца назад у меня не было такого здоровья поэтому очень важно фиксируйте свои результаты аудио сообщениями где-то можно там свой чат отдельно завести за только вы участник или своим друзьям то что вы пересылаете или своей команде обязательно фиксируйте результаты потому что все забывается у нас психика так устроена что очень быстро что-то становится нормой и соответственно нам кажется что это было всегда и таким образом мы нивелируем те прекрасные результаты эту ценность продукта которую мы употребляем понимаете потому что нам кажется что а вроде бы ничего такого и не было уже так вот с вашего позволения начну рассказывать о своих результатах и начну конечно же со зрением моё я постоянно я себе профессиональный сетевик я постоянно в компьютере либо в телефоне и к ноябрю наверное даже к октябрю прошлого года у меня произошло очень большое ухудшение зрения то есть что вижу явные брек кстати почему я это говорю да спокойно потому что у меня есть доказательства моего состояния глаз потому что я прошла полное обследование глаз где-то в конце в середине ноября прошлого года 20 23 вот и в принципе несмотря на то что зрение у меня было более менее нормально у меня очень быстро уставали глаза были все красные белки такие вот с красными сосудиками и самое главное у меня двоились буквы то есть я уже даже после обеда к вечеру совершенно не могла читать в телефоне либо в компьютере уже даже на более большом экране я увеличивала размер текста чтобы как-то дальше продолжать работать на что работа не ждет и меня это безумно расстраивало к новому году у меня состояние глаз было такое что я даже купила себе очки другой сетевой компании вы там они были мега разрекламированные что прям зрение улучшается глаза отдыхают и так далее да признаюсь они чутка облегчили мое состояние но только чутка и оно доходило до того что на новогодних праздниках я не могла даже кино посмотреть уже вот после 12 дня я не могу даже кино по телевизору посмотреть на что мне настолько уставали глаза хотя я уже старалась максимально урезать и телефон и компьютер но будучи естественно сетевиком я не могу это сделать максимально вот я очень сильно расстраивалась по этому поводу и конечно же когда в компании империум я с ней познакомился в середине января 2024 года когда я увидел там глазные капли это было первое что я взяла базовые продукты и глазные капли и начало капать и конечно же у меня результат был мгновенный потому что мы всех тестируем по таблице сифтово даст то есть ты посмотрел какой у тебя результат записал подстроить строчка сколько ты видишь букв сколько не видишь да сколько было ошибок строчки и так далее нижний увидишь не видишь закапал глаза подождал две минуты проверил снова и вау на удивление ты видишь все и конечно этот вау эффект он продает что уж тут говорить и я точно также сразу же купила глазные капли базовые продукты и начала принимать и моментальное облегчение зрения просто моментально течение буквально наверное двух-трех недель у меня уже перестали расплываться глаза стали более отдохнувшие глаза ушли вот эти все красные какие-то сосудики конечно же они еще до сих пор появляются если я переутомлюсь и там и так далее так далее я стала забывать где-то через месяц-полтора я стала вообще даже забывать за очки которые я ношу со специальными стеклами защита вот от синего света излучение экранов и сегодня на данный момент я уже могу целый день без очков прям смотреть и все видеть и вечером все видите только к вечеру ощущать усталость глаз у меня полностью вернулось все мое зрение я вижу все единственное только что да конечно же поскольку я до сих пор 24 часа в сутки либо в компьютер либо в телефоне я стараюсь осознанным усилием все равно одевать эти очки которые защищают от излучения его и кстати можно купить любом магазине где продают очки просто говорить это обычные линзы стеклышки с такими вставляется и все очень рекомендую тем кто работает очень много с компьютером и с телефоном вот и для меня конечно это я подсматриваю свою шпаргалку до раздваивались буквы вот очень сильно уставали глаза и когда я православный человек когда я читала молитву уже дошло до того что я не видела лиц на иконах и вдруг где-то через месяц вот это от февраля месяц я помню свое аудио я записываю что я стою молюсь и друзей с удивлением обнаруживаю что я вижу мельчайшие детали как брови как узкую переносицу на иконах зрачки и так далее для меня это было таким мешоком даже давно привыкла что давно уже для меня лица просто расплывчатые и это прекрасно просто видеть этот мир во всех красках во всех черточках там и так далее это просто восхитительно и потерять зрение лично для меня это одно из самых страшных вот последствия которые могут случиться поэтому всем рекомендую если уж что-то купить и вы прям не верите хотите попробуйте капли для глаз конечно вот дальше наверное мой второй результат который порадовал меня может быть не больше всего но в тот момент он был такой прям актуальный у меня ребенок трех лет как раз пошла в садик декабре и при том что у меня ребенок на бадах других компаний всегда был и вырос и в принципе мы вообще не болели от слова вот прям совсем она идет в садик сталкивается как и все вы знаете да у кого маленькие дети с этими микробами там и с другой микрофлоры хотя мы гуляли на разных площадках но это видимо было не то и все и начинает просто эти сопли мы два дня в саду мы неделю дома сопли какой-то каши какая-то температура в общем в основном сопли они просто ну заколебали я вам даже этого не могу передать а учитывая то что я еще и работаю мне нужен здоровый ребят ну во-первых дети еще и капризные и плохо спят ночью а мама не спит ни ночью весь день днем работает я была просто обесточена к середине января когда я познакомил эту продукцию и морально и физически потому что и ночью плохо спят но днем то у них хоть дневной слон досыпает а мамка не досыпает и для меня было очень тяжелое физическое состояние помимо морального что меня заколебали детские болезни уже к этому моменту и тут я купила сразу дала лор и реликту ингаляции с салютемом стали делать с пневмой промывать нос лором пит реликту все мы буквально вот за неделю у меня ребенок все начинает стабильно ходить в детский сад и больше мы к этому вопросу не возвращаемся потом только было несколько раз когда прям какие-то очень серьезные вирусы были в садах и выкашивала просто всех детей мы неделю сидели дома ну и от греха подальше и подлечивали вот так же сопельки немножко и какой-то кашельку вот но это просто спасение для мамочек эта продукция просто спасение для мамочек особенно если вы только пошли в детский садик или готовитесь к его походу слава богу что она она слайд вот следующий наверное вот я просто смотрю меня не по порядку они записаны наверно больше далее самый большой результат который меня порадовал тоже больше всего касается суставов и состояние мышц этот результат он разделен немножко на два результата потому сначала я заметила по мышцам естественно я пришла в новую компанию получил этот результат по глазам и начал мне работать рассказывать людям и так далее это ну из тех сетевиков кто знает это прям большой только пласт первые несколько месяцев ты работаешь на износ потому что очень много что нужно сделать естественно я почти не спала очень много работала и так далее и так далее то есть итог я вообще не занималась спортом я и так-то будучи мамочкой двоих маленьких детей и работником полный день и полный день работником дома да скажем так готовка уборка и прочее и так-то занималась раз там две недели в лучшем случае но два раза в две недели йога я люблю йогу это мое спасение было после вторых родов вот но тут я вообще перестала заниматься как и отдыхать впрочем то есть я просто работала выходные будни просто просто работала вот и тут у нас один из таких очень редких дней когда у меня и муж дома на выходной и дети вдруг ушли поиграть в другую комнату а для мам маленьких детей вы знаете что если они тебя чуть-чуть заставили в покое это такое счастье и мы сели посмотреть мужем кино я думаю боже что ты сидишь или на диване сядь хоть немножко ноги потяни спину потяни да все равно как бы кино смотришь но моральных сил уже просто когда устаешь очень сильно морально нет сил вы все знаете дальше пойти и в спортзал что-то поделать даже если есть время и вы я себя значит скидываю с дивана на пол начинаю наклоняться и с просто с удивлением наверное потому что мне муж даже сказал почему у тебя такие шары на выкате потому что я сидела я не могла поверить что моя растяжка внимание она не только не стало хуже она стала лучше при этом я ребят я просто деревянная и все время считала себя деревянной для меня если я не делаю неделю растяжки потом это две недели чтобы только вернуться в прежнюю форму поэтому я постоянно всегда уже многие-многие годы до рождения детей естественно была родила я поздно в 38 лет кто не помнит или не знает да и второго ребенка в 30 ну почти 40 мне сразу исполнилось как я родила вот поэтому ну и в этом возрасте любое промедление вот оно очень сильно сказывается на состоянии тела здоровье мышц и так далее и вдруг я понимаю что я не занимаюсь я вообще не от никаких достижений не ждала в тот момент не ждала но когда я наклоняюсь и поднимаешь меня растяжка не сильно лучше конечно же боже мой там на какие-то вот только может быть мне заметные вот эти вот миллиметры сантиметры но что что она не стало хуже это для меня вообще было удивление а еще и стало лучше пусть на чуть-чуть я конечно была потрясена до глубины своей души и когда в итоге я дошла до йоги там тоже неделю или две спустя честно говоря не готовилась что по датам вам сказать у меня было удивление то что я никогда не могла сделать боковую планку кто знает это упор всего тела на одну вытянутую руку то есть фактически упор приходится на кисть у меня левая кисть она вообще правой я выдерживала позу левый я не выдержал даже половину позу поза эта минута даже 30 секунд я не могла выстоять потому что у меня начинала уставать и очень болеть как-то запястье я не делаю мрт это запястье честно скажу ну потому что кроме как в йоге она меня не беспокоило это все таки во-первых облучение во-вторых деньги ну и в третьих я как раз таки тоже в ноябре 23 года сделала мрт колени которые меня беспокоили а у меня артроз 1 2 степени 2 3 на коленях и сделала мрт тазобедренных так вот что проверить потому что очень много стало сталкиваться с людьми у кого проблемы в этом и как бы все эти моменты их лучше конечно же предупреждать чем потом уже лечить скажем так как китайцы говорят да мы должны лечить болезнь за три года до ее появления они через три года доведяя это до полной ручки да уже после того как она появилась вот поэтому я на всякий случай сделала мрт тазобедренных но они у меня оказались нормальные а вот как в коленях конечно подтвердилась деградация несмотря на то что я пила фибады там всех предыдущих компаний все равно у нас чаша весов понимаете перевешивает когда там плохо в не в ту сторону и поэтому когда вдруг я поняла что я делаю не только у меня не болит но еще и не устает из я даже скажу вам что с ужасом смотрела на стрелку часов на секундомер и понимала что я вот сейчас выдержу впервые в жизни минуту на этой позе на своей руке которая не болит но уже кстати концу минуты я стала чувствовать усталость у меня был шок и я да не могу сейчас сказать что наша продукция восстанавливает суставы потому что я обязательно сделаю мрт в ноябре двадцать четвертого года и поделюсь с вами но то что прошла боль и стала сильнее стал сильнее сустав она косвенно все равно свидетельствует понимаете о том что продуктивные процессы происходят в суставах не деструктивные а продуктивные насколько это продуктивно мы дай бог увидим на мрт вот моих коленей а в ноябре двадцать четвертого года осталось слава богу полгодика вот но я восторге во первых от того что я полностью функциональный человек сейчас да и у меня ничего не болит и соответственно суставы мои чувствуют себя по крайней мере чисто субъективно потрясающе объективно посмотрю в ноябре двадцать третьего года но лично для меня это обалденный результат которому я безумно рада вот это вот состояние мышц которые которые становятся сильнее кстати вот посильнее это тоже по отжиманиям если я не отжимаюсь какое-то время даже там две недели я всегда начинаю с восьми отжиманий три подхода по восемь отжиманий при том с прям с перерывом чтобы водички попить дыхание в норму привести и так далее и вдруг также не занимаясь абсолютно там раз две недели этой йогой я начинаю делать отжимания понимаю что я три по 15 делаю просто без перерыва и при этом только в конце мне нужно пойти попить водички привести дыхание в порядок а это тоже свидетельство о том что я 100 мышц и стали сильнее конечно посмотрите на меня я не наросла мышечной массой и упаси боже я не говорю вам что вы если будете пить эту продукцию и не заниматься будете все рельефные красивые нет но в общем мышцы стали сильнее и это объективно вы объективно просто потому что я могу результат показать прямо здесь и сейчас отжимание это результат количество отжиманий количество подходов это объективный результат состояние силы мышц если раньше я не могла сейчас я могу это уже объективный результат они субъективны поэтому так но опять-таки обратите внимание узнала бы я о том что мои мышцы стали в принципе сильнее и волокна в них видимо лучше да там более я не знаю какая характеристика волокон самих мышечных но она изменилась в лучшую сторону если бы я не пошла делать эти отжимания конечно я бы не узнала и поэтому почему я говорю что очень важно фиксировать ваше состояние до как вы принимаете и состояние во время именно записывать или аудио или где-то писать и пробовать разные моменты если вы читаете где-то или слышите в отзывах что стало лучше там то или там то если вы не нагнетесь и не достанете до земли не попытаетесь это сделать а то вы не узнаете что вы стали более гибкими если вы не поджимаетесь вы не узнаете что вы стали более сильными и вам будет казаться о я пил продукцию 4 ничего никаких у меня результатов нет ну потому что я там жду например что у меня камни растворяться а вот еще за два месяца они к сожалению не растворились да там желчную а другие результаты вы все пропустили понимаете поэтому обязательно фиксируйте результаты вот дальше кстати один из моментов да тоже который меня порадовал но которым я совершенно забыла это о том что я стала лучше спать как это выражалось ну я мама двоих детей мне чтобы заснуть времени нужно я могу заснуть стоя честно скажу вам просто вот дай сигнал или на отдыхаем или на отрубается моментально но то что я 550 миллионов раз просыпаюсь за ночь проверить детей от каждого шороха а вдруг он меня позвал я сплю с двумя детьми кто вы не знаете наверное тем не менее потому что они очень маленькие посмотрите это вот это вот беспокойное состояние и в итоге я не высыпаюсь даже если я ложусь детьми все равно там в десять грубо говоря я встаю в семь все равно я не высыпаюсь за это время 50 миллиардов раз проснулась за ночь вот это я не могла никак пережить это конечно первое что я сделала это фил эспресс с мелатонином и стала брызгать и буквально наверное в конце недели вот день на пятый я поняла что я засыпаю и сплю всю ночь как сурок только если ребенок ко мне не подползет и там мама давай титю например не скажет ну не не скажет а просто этом жестами не потребует да потому что моя малышка еще маленькая не говорит или если старшая не позовешь ты мамка меня в туалет хочу то есть я реально сплю как убитая теперь и это тоже качество сна кстати о котором я забыла если я не переслушала аудио которыми я делилась со своей командой вот дальше то же самое что я бы забыла за результат что меня стало больше энергии принципе на бадах других компаний я и до этого не жаловалась на энергию то есть я вроде как ну была энергичная да там чуть устанешь к вечеру но я все успевала все выполняла там делала все свои намеченные планы и так далее в принципе очень организованная структурный человек но что я заметила принимая побиотики что я стала меньше нуждаться в кофе чтобы вы понимали раньше я думала что кофе это просто моя любовь и мне просто мне до сих пор очень нравится вкус кофе и что просто вот эти вот пол-литра моей кофе с утра это как бы нормально потому что я просто люблю кофе я наслаждаюсь и да но меня чутка бодрит но в принципе я же и так бодрая поэтому ничего такого но нет на самом деле я стала когда я заметил что я перешла с пол-литра на там небольшую кружечку кофе по утрам я поняла что нет все равно оказывается он был допингом для меня просто я этого не осознавала и все поэтому да это тоже вот результат приема продукции дальше который я тоже забыла результат это про сухость кожи когда было отопление у меня очень сохла кожа несмотря на то что она такая комбинированная и т-зона у меня такая немножечко т-зона у меня немножко такая жирная но когда я стала я вообще очень люблю спрей декорис для кожи потому что вот скажу самым тоже греет сердце результат который следующем он прям меня избавил от этого ощущения то есть я стала у мою лицо побрызгаю куда-то отвлекусь на детей пойду и забуду что мне нужно помазаться кремом в то время как ну естественно потом сознательным усилием возвращая себя и мажут на что кожи не 20 лет а 40 до как бы и все но за факт что я забуду потому что раньше при своем таком сухом отопление я не то что не могла дождаться пока она там допьет воды чтобы бежать уже мазаться крем то что меня так стягивала кожу понимаете и при том что я пользуюсь очень хорошей косметикой очень хорошими тониками так далее вот поэтому это да и тут же останусь с кожи скажу это результат которым я поделилась команды тоже буквально неделю назад потому что я все ждала потому что он пришел только недавно и смотрела но сейчас я думаю что я могу поделиться даже этим результатом на скажем так широкую аудиторию потому что он действительно такой стал стабильнее а это именно расширенные поры которые сузились у меня это не состояние акне или моей кожи а это состояние которое как мне сказали косметологи ну я очень много прошла плюс у меня мама один из лучших косметологов россии как мне сказали многие косметологи которая не лечится почему она не лечится потому что я делаю лазерной шлифовки кожи пора у нас имеется такое конусообразное строение и лазерная шлифовка это фактически срезание и в рекламе лазерной шлифовки я это делаю не обоим наш коробцов атак на там и хотела сузить поры она так и говорит что она сужает поры да конечно же когда мы вот такую конусовую воронку отрежем она станет меньше да вот половина воронки но только что они не говорят в рекламе лазерной шлифовки от чего я вас всех отговариваю о том что вот такая воронка потом расширяется пора становится меньше но она становится шире и в итоге у меня все лицо даже там за на щеках вообще него никаких проблем стало просто огромным куском расширенных пор и без тоналки было вообще не вариант мне без тоналки до сих пор честно скажу не вариант выходить но когда я заметил где-то около полутора месяцев назад что как будто бы вот здесь вот на щеках меня первый результат пошел на щеках и до сих пор он в основном на щеках только чуть-чуть нос еще как будто стали сужаться поры я не могла поверить потому что мне очень четко объяснили с точки зрения физиологии всего остального что это невозможно но сейчас я могу точно сказать что это произошло просто потому что у меня есть участки вот здесь где-то на вот в этих местах просто я точнее могу показать я себя не вижу где я уже вооруженным глазом только присмотревшись близко в зеркало могу увидеть пору то есть они практически вы знаете как ну не как детская кожа конечно но вот я прям движусь двигаюсь в этом направлении я жду не дождусь конечно того дня когда я смогу выйти куда-то без тоналки это будет наверное после глаз моя самая моя самая большая радость просто по женски вот дальше до волосы волосы у меня и так особо всегда выпадали волосы всегда вот лес 20 у меня сильно выпадают волосы слава богу сильно растут поэтому более-менее нормально но в разные периоды жизни вне зависимости кстати сказать от родов у меня было такое что вот прямо здесь такие были пролысины а сейчас видите здесь пушковый волос на разных бадах разных компаний да эти пролысины они как бы подзарастали но потом все возвращалось на круги своя и вот этот вот спрей у нас денсит из есть для волос хотя я им пользуюсь ну и для экономии честно говоря потому что забываю только после того как по мою волосы просто по проборам попшикала я в принципе выпадать меньше пока не могу сказать что стали но то что у меня выросла шевелюра и мой хвостик наконец-то такое как 20 лет то есть количество волос увеличилось понимаете не только в мелкие пролысины заросли там где вроде как они были но раньше хвостик оставался с равно тоненьким а именно количество самим самих волос выросло и вот это конечно потрясающий результат я сейчас тесту этот спрей на своей старшей дочери у которой в принципе генетически такие как бы волосики не очень вот хочу очень посмотреть планирую и побрить на волосы и потом конкретно каждый день брызгать этим десит посмотрим вот в изымеет ли это какой-то результат расскажу после лета потому что это мои планы на лето вот так о чем я еще хотела вам сказать так лучше спать я сказала энергия а про мужа про мужа оставлю напоследок это прям очень интересная история суставы мышцы до встаю по утрам вот это состояние обратите внимание очень многие дело в том что мы не только к хорошему быстро привыкаем но и к сожалению к ухудшению нашего состояния организма мы тоже быстро не быстро но мы привыкаем и нам кажется достаточно что это норма о чем я говорю о том как я вставала по утрам в принципе я себя ощущала хорошо на бадах там других компаний которые много лет принимала разные воды и энергичная была там собранные все такое вставала вроде как утром нормально и все но знаете какое оно было вот после наверное с конца 30 лет и уже в 40 вот оно было состояние что я прежде чем встать в кровати я потянулась я разработаю вот прям руки вот так вот ноги еще желательно вот по пальцам пройдусь как то вот она меня будила сяду на кровать так потянулась так потянулась вот как-то шею растянул вот в эту сторону в эту понимаете да то есть как бы разбужу свое тело вы ничего не болит как бы хорошее самочувствие все прекрасно не я разбужу свое тело и потом только вот там как я встаю и когда я встала я пошла там сварила кофе разбудила детей все прекрасно ничего не болит но побегу ли я кросс в том состоянии нет сейчас я встаю мне ничего этого не нужно делать я просто встала и более того я готова одеть кроссовки два раза присесть и побежать кросс ну при том что у меня конечно состояние физики сейчас не такое конечно бегать кроссы но вы понимаете да это совершенно разное самочувствие мышц и вообще состояние организма в котором ты просыпаешься и вот это я заметила тоже не сразу наверное месяца через три приема то есть уже вот прям один из последних результатов это которым я делилась командой это совсем другое состояние тела то есть это о чем нам говорит о том что вот эти процессы которые происходят в организме даже если мы их не замечаем и ждем какого-то там результата то есть я вам не скажу что у меня до сих пор все идеальное зрение сейчас и все нет если я вот перестаю капать капельки то есть ну нужно капать очень длительное время где только больше года чтобы какой-то стабильный результат выйти то у меня все равно усталость глаз приходит и у меня все равно могут да вот чуть-чуть подрасплываться если очень я прям целый день работаю в компьютере то под конец дня у меня чуть-чуть расплываются буквы то есть я знаю что я еще не там где я хочу быть с точки зрения моего я бы издала только результатов по глазам понимаете не обращала бы внимание на это на все остальные результаты которые пришли а тем более не фиксировала бы их и сейчас вам не смогла бы об этом рассказать о половине результатов то я бы думала что что да вот за и нет у меня еще не восстановилась четыре с половиной месяца спустя ну как бы вот пойду может еще что-то попробую то обращая в комплексе на свои результаты понимаете вот но может потому что я на спорте всю жизнь вот для меня обращать внимание на то как меняется мое тело это ну прям норма и это то что я делаю а кто-то может быть не обращать такого пристального внимания начните обращать потому что результаты они многогранны в организме и от этих результатов простите тоже мы чувствуем что происходит именно качественное изменение внутри нас понимаете а не только то что вот еще зрение восстановилась полностью знаете понимаете да это совершенно разное но мира ощущения в котором мы живем разное качество жизни вот поэтому обязательно еще раз повторюсь фиксируйте свои результаты а самое главное услышали об этом обращайте внимание если вы не помните ну вот какое ваше состояние было допустим полгода принимать акубиотики не помните вспомните какой вы были 20 лет когда вставали да вот так же как мы хорошо помню что могли побухать всю ночь извините за выражение на следующий утро встать и такой собранный быть и что будет если мы в нашем возрасте всю ночь это сделаем ну как бы вот такие собранные мы не будем да уже вот поэтому вспоминайте какое было состояние вашего тела вы даже там в 30 лет если помните в 20 лет если помните на юность с вами в основном все помнишь ничего не болело это вставал и ты бежал кросс и себя это не напрягал вот я помню то состояние и она была у меня даже в 30 с чем-то лет и я вернулась к нему и это для меня огромный классный результат которым я очень дорожу потому что это на самом деле показатель качественных изменений клетках волокнах моих мышц ткани кожи там и так далее понимаете которые если я не обращала прицельного внимания на это я бы и не увидела и который может быть и по анализам не видно то что у меня и до этого анализа в норме понимаете как вот дальше такой очень интересный был результат я не стала выкладывать в общее на обозрение очень сильно ушибла ногу но у меня есть фотография в командном чате на распухшие стопы и так далее и я побрызгала сначала декористом думал что но ушиб это же как спрей для кожи должен помочь не помогло не помогло но вдруг посреди ночи меня осенило что нужно побрызгать ревиталом по многим причинам сейчас не буду для краткости об этом говорить я стала прям ночью от боли потому что у меня болела нога побрызгала ревиталом моментально ушла боль просто моментально в секунды это было для меня результат такого эффект то есть я брызгаю ревиталом у меня в секунду уходит боль потом я свечу ручка минина кто не знает читайте пожалуйста там есть целая книжечка про ручку минин это удивительнейший прибор я стою на следующую во-первых естественно у меня прошла боль в ноге я смогла заснуть и все я стала на следующее утро все у меня была идеальная нога назад поэтому тоже такой очень приятный результат а вот об этом я даже и забыла если даже сейчас не подтянулась такой результат которым я поделюсь все равно потому что моя политика это максимальная открытость и откровенность даже я бы даже сказала после беременности я очень быстро пришла в форму хотя они не прикладывала никаких особо специальных усилий для этого но на хороших бадах если много лет сидишь качество все равно меняется кожи там ткани и так далее и как бы все равно если все микроэлементы даже даже питание да там для сухого нашего остатка который 20 процентов все-таки нашего тела поступает то реабилитироваться всегда легче да поэтому даже витамины даже самые как сказать махровые врачи прописывают витамины после если вдруг перелом какой-то или что-то да ну даже те кто у них не верит прописывают витамины потому что но мы никуда не денемся нам нужно питание для органов наших клеток и тканей это один из пяти элементов который нужен клетке питание да чтобы что-то вообще происходило нас в организме поэтому но от бадов отказываться при приеме аквабиотиков это глупо вот это иду сейчас до результатов скажу что обязательно все равно что то я считаю я глубоко в этом убеждена как и врачистками я работаю что до аквабиотика у нас работает 80 процентов нашего тела которая состоит из воды но 20 процентов у нас никуда не делать зачем отказываться от бадов нужно пить но достаточно на самом деле для экономии средств и семейных да спирулина и хлорелла с озона там есть кто не знает напишите в личку скину вам прям ссылки недорогие надолго хватает отлично и это все что вам в принципе нужно для заботы о ваших 20 процентов тела ну можно там омега-3 6 добавить ну витамин d отдельная история да про это смотрите пожалуйста мои видео потому что без него это не витамин это гормон и без него конечно здоровье не будет что не принимать здоровье прям не будет или не будет таких огромных объемах каким каком могло бы быть на аквабиотиках вот но тем не менее да все равно нужно принимать вот и конечно я похудела но у меня был огроменный живот со вторым ребенком в два раза больше если два с половиной чем с моим первым ребенком у меня было многоводие из-за того что флюс я схватила флюс на зубе и пошла инфекция в кровь и соответственно лечение это нет антибиотики принимать нельзя и вот как бы организм справился с многоводие он просто был вот такой вот я последний месяц два месяца даже ходить особо не могла просто огромный я уставала и соответственно да похудеть я похудела но все понимаете да куда я веду кожа на животе вот на прям она подтянулась меня кстати даже не было растяжек потому что я пила очень качественные воды и в большом количестве и так далее до животик ушелась подтянулся все но когда встаешь на четвереньки особенно на йоге это вот это вот это ужасное я даже не скажу что это позже там уж испаниеля или вот этого этого бультера вот это вот то что свисает вниз и с этим но с точки зрения даже косметология мало что очень мало что можно подделать и поделать и я уже смирилась потому что у меня дочки полтора года как бы она да подтягиваются она подтягивается если что-то происходит это происходит в первый год после родов все что уже на потом оставлено она как бы но почти не меняется поэтому не тешьте себя мыслью если у кого-то да это что то осталось что она потом рассосется она не рассосет но я просто как бы уже с этим ну, смирилась, а что делать? Какой есть вариант? Можно ходить бесконечно по этому поводу, расстраиваться, да, можно просто смириться и жить с этим. И вдруг я замечаю тоже, вот буквально это результат из недавних, что я стою на четвереньке в позе, опускаю голову вниз. Конечно, у меня до сих пор там все висит, ребят. Но висит, ну, я бы сказала, что на треть меньше. На треть! Это, ну, даже если у меня так останется, это уже на треть меньше, я уже безумно рада вот от этого, понимаете? А что это означает, что это подтянулся сам, во-первых, кожа сама, да, туберк кожи, вот эта вот упругость ее увеличилась, а во-вторых, все-таки вот эти мелкие мышцы на животе, которые там порвались и растетянулись, ну, вот и внутри, да, вот эта соединительная ткань, само качество соединительной ткани стало лучше, что оно мне вот так подтянуло. Понимаете? И это удивительно. Это вот из разряда невозможного. Вот если я сдам в ноябре, сделаю, когда я сделаю в ноябре МРТ, если мне покажут на анализах, что у меня на МРТ результаты до и после приема продукции восстановили суставы, даже хоть в каком-то процентном соотношении, это будет из разряда невозможным, потому что я за все 6 лет работы не видела ни одного человека, ни с одной компанией, кто мог бы мне доказательно доказать результаты на МРТ, что вот до, вот после я пил и восстановилась. Улучшение самочувствия, это все это, это все субъективное ощущение. Объективного не было ни одного. Вот если у меня будет, это, конечно, будет из разряда невозможного. Но второе из разряда невозможного, это если вот это вот все, оно уйдет. Потому что до такой степени регенерация ткани считается ни в медицине, ни в косметологии на данном этапе невозможной. Будем ждать, будем надеяться, как бы и уповать. Вот, и последнее, что я хотела сказать, это результат про мужа. Он у меня не пшикал, потому что, о боже, тут целый контейнер у тебя стоит, все это надо пшикать, я не буду. У него диагноз хронический, гоморит, синусит, вот эта вот вся инфекция. На три строчки буквально вот написано, да, и когда раньше мы приходили, у меня несколько операций было к врачам, прямо доктора наук все выбегали, говорили, ой, я вас буду оперировать, вы такой интересный случай. В общем, ну, естественно, он как мужчина особо ничего не лечил, только когда припрет. В общем, инфекция разрослась до такой степени, плюс он ничего не пшикал, из-за кубиотиков, а другие БАДы как бы тоже особо перестал пить ей, ну, потому что я не покупаю и не пил. Что у него пропал слух, пошла кровь из уха, очень плохо от себя чувствовал, прям думал, что болеет каким-то гриппом, а оказалось, это все результат инфекции. Когда пошла кровь из уха, уже он побежал к врачу. Естественно, ему там все промыли, все сказали, сказали, и будет операция на следующей неделе. Назначили кучу антибиотиков, все сказали, врач ему сказал так, ты попшик, и просто потому, что ты пришел в четверг после обеда, да, как бы, ну, уже там пятница и выходные, какая операция такая сложная. Заодно посмотрим на динамику, 99,9%, что никакой динамики не будет в твоем случае, потому что у тебя там капец что. и мы тебя тогда в понедельник-вторник прооперируем, придешь. И, соответственно, он пришел, страх-то он так, как бы, стимулирует, да, работать. Он начал пшикать все, что стоит, естественно, пить лекарство, которое мы прописали, но пшикать все, что стоит у меня прямо вот по несколько раз в день. Каково было удивление, когда он пришел в понедельник-вторник, я просто не помню, в какой день он там пошел, и вдруг выяснилось, что ему отменяют операцию, потому что у вас прекрасная динамика на этих лекарствах, вам ничего не надо, давайте наблюдаться дальше и дальше смотреть. Ну, и как бы он приободрился, конечно же, это сработали лекарства с точки зрения моего мужа, а не пшикалки. Неважно, что врач сказал, что, скорее всего, они сработают, но тем не менее. И второй результат чисто по мужской зоне. Не знаю, может, муж меня и прибьет за то, что я это говорю, но другим мужчинам, я думаю, будет очень полезно и замечательно об этом сказать. Есть у нас спрей для простаты и семейников. Я ему поставила, говорю, ну ты как бы побрызгал, у меня нет с этим проблем, естественно. Я говорю, ну я не настаиваю, как бы просто поставлю, побрызгаю, попробую, пусть стоят, вот как бы. Короче говоря, сейчас достаточно, короткое время. Вдруг моему мужу перестал он нуждаться в том, чтобы я ему напоминала пойти что-то там попшикать и побрызгать. Он идет, и каждое утро, так-так-так-так, отойди, что это, мне там надо срочно попшикаться. И пшикает. Соответственно, если у моего мужа появилась мотивация делать это каждое утро, значит, наверное, он стал почувствовать какие-то результаты, которых он, как настоящий мужчина, не хочет со мной делиться, да, потому что у него все нормально. Но, видимо, стало еще получше, чем нормально, потому что напоминать ему уже теперь побежать попшикать это все совершенно не нужно. Вот на такой радостной ноте я хотела бы закончить со своих результатов. Для меня, на самом деле, это совершенно иное качество жизни. И я искренне просто как человек, который хочет, чтобы вокруг него было больше здоровых людей, больше счастливых и богатых людей, естественно. Почему? Потому что мне самой легче жить в окружении, когда вокруг меня у людей все хорошо. Это совсем иное качество жизни общества в принципе. И поэтому я стремлюсь искренне, помимо того, что я зарабатываю, от того, что я продаю эти аквобиотики, искренне делиться с людьми. И, естественно, причинить насильственное добро как можно большему количеству моих родственников в том числе. Все. Всех люблю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова